так и так у нас уже на связи алексей рук о проговорился наверно вы не знали кто сегодня будет выступать но тем не менее лице я сейчас иду тогда тебя слайды а в этот момент я сделал небольшой промоушен значит сейчас мне я с особой гордостью представляю сегодняшнего спикера который уже ждет который буквально сейчас одного семинара на другой к нам уже можно сказать не успев переодеться сразу же подключается мне очень интересно работать с алексеем ну во первых потому что это на мой взгляд вот я очень многих лидеров знаю но далеко не все скажем так идут в ногу со временем и когда я смотрю то как работает алексей севрук то я вижу интересный момент мне кажется он опережает развитие и тренды и технологии с которыми вообще работает развивается индустрия сетевого маркетинга оффлайн онлайн то время когда одни лидеры которые только осваивают эти технологии они чувствуют себя как новички на мой взгляд алексей уже чувствуется как рыба в воде то есть он здесь профи и у него есть уникальные методы уникальные технологии много что наработано не в теории а на практике опробовано внедрено полученные результаты и сегодня вас помимо того что есть возможность общаться с топ лидером компании арифлейм украина вы еще имеете возможность получить свои руки новые интересные по технологии ведения бизнеса наш тема алексей это млм 3.0 а я думаю лучше ее раскроет алексей если ты готов дай мне знать что мы начинаем я передаю тебе слово а всех участников всех участников нашей трансляции я прошу поприветствовать алексей севрок еще раз топ лидер компании рефлейм украина встречайте встречайте всем здравствуйте я просто хочу сказать что у меня есть приятная новость я слайды слайды я оставил в украине час молдове но я расскажу вам под запись потому что сегодня будет вебинар живой вы почувствуете я на самом деле те фишки и те секреты которые я использую своей работе и на на практике то есть я думаю что вы наверняка запаслись и ручками и листиками я даже как спикер имея с собой блокнотик ручку потому что возникают какие-то мысли и идеи и хочется им их показать не только другим а в принципе идеи записать потому что когда ты что-то создаешь и денешься у тебя возникает что-то еще новое и я предлагаю вам сегодня параллельно когда вы будете что-то конспектировать я думаю что вы получите сегодня массу полезной информации вы возьмете и разделите листик на две части с одной стороны вы напишите я узнал ну это я так говорю да я узнал а здесь напишите мои идеи и вы будете писать свои идеи напротив того что вы узнали потому что она вот так когда взяли записали себе вот и это помогает вам работе я немножко видите стараюсь нестандартно подойти к этому вопросу потому что можно взять слайды как это все делают я тоже так часто делаю и использую слайды в работе но и сегодня хороший повод может быть для того чтобы мы сегодня с вами поработали мозгами и подумали как все правильно выстраивать нашей жизни интернет активно ворвался в жизнь каждого человека и я думаю что многие из вас уже наверняка забыли о том как какой был дефицит домашних домашних телефонов и у кого-то телефон был у кого-то нет и вы как-то я не знаю да как договаривались чтобы пойти в театр или кино или прогулять уроки как вы договаривались я даже не знаю как это было коммуникации раньше в австралии аборигены передавали коммуникацию барабанами каким-то звоном и так далее гуцулы через тромбиту через трубу передавали сигналы на большие километры сегодня это мобильный телефон и я думаю что чем современнее телефон тем лучше потому что вы можете управлять своей организацией вы можете узнавать баллы бонуса вы можете делать групповую рассылку и так далее и знаете самое главное что у нас сегодня какие то есть две крайности которые в принципе не всегда бывают одна крайность это люди не хотят меняться работают по старинке проводят мастер-классы вы знаете я скажу вам честно я это не перечеркиваю и я осуждаю этих лидеров которые занялись интернетом и говорят что старые методы не работают это неправда неправда я буду защищать сейчас классику потому что основные товаробороты делаются не через онлайн есть поздно и количество заказов которые человек захотел приобрести товар или он получил товар и это делает самостоятельно и без участия какого-то консультанта это меньше одного процента и поэтому беда тем и большое проклятие тем кто говорит о том что старые методы не работают и старые методы они очень сильные и их нельзя забывать благодаря этим классическим методам был построен весь сетевой бизнес и надо делать низкий поклон тем кто сформировал огромную и сильную базу тех потребительских интересов которые есть компании рефлеем они вспахали это поле они этот рынок завоевали и я всегда буду благодарить и всех тех кто работал с каталогами те которые стояли с промо стойками те люди которые проводили мастер-классы те люди которые работали по списку знакомых потому что я сам это прошел я знаю насколько огромные были усилия и насколько это сделала компания успешной во всем мире и я хочу сказать что и прошу вас никогда не даже если вы будущем будете заниматься онлайн 80 процентов никогда не забывайте тот метод который есть потому что сегодня до сих пор великобритания когда уровень жизни очень высокий я хочу сказать что там в принципе вообще технологии ну узнаете что великобритания создала такие инфраструктуры как сингапур на таком высоком уровне как тайвань как гонконг и так далее и у них в принципе все инструменты будущего есть ну несмотря на это арифлейм великобритании это чистые прямые продажи это непосредственно подбор продукции это белая косметика когда подбирается женщине тоже необходимое что ее делают моложе делают ее красивее и после личного контакта она уже делает заказа на делают подписку на потребление этих продуктов на протяжении года вот поэтому хочу вам сказать что принципиальный важный вопрос да это млм 1.0 и это супер это здорово но есть одно но люди которые не хотят постепенно ориентироваться на онлайн почему зачем онлайн нужен да по крайней мере просто чтобы облегчить вашу жизнь чтобы упростить примеру момент коммуникации да вот как передавать новости если вы умеете использоваться обычным сайтом компании рефлейм у нас на сегодня не каждый директор делает рассылку через сайт компании рефлейм поэтому не все консультанты знают об акциях не все консультанты знают о мероприятиях о поздравительных о квартальных форумах распродажах так далее не все заходят в интернет многие смотрят электронную почту то и поэтому почему же чтобы вы доносили от и рассылку не все используют рассылку через смс групповую рассылку хотя я об этом говорил еще десять лет назад этим нужно управлять это надо научиться это важно полюбить потому что это состная часть вашего успеха и млм 1.0 он требовал какие-то изменения потому что ну если вокруг все меняется все упрощается почему бы эрифлейму не не улучшится и появился стремительно появился инфобизнес и появились какие-то новые млм компании которые начали быстро расти как грибы в онлайне и в принципе у них мало что было о классику не надо кипишевайте переживать все паниковали они захватят и весь рынок что нам делать мы не умеем пользоваться компьютерами мы не умеем это мы не знаем что такое социальные сети как на самом деле мы не изучили еще канал youtube и все и все основное и прочее и и многие компании на эти возникли и потом резко исчезли почему потому что у них не было хотя они им нужно тоже быть благодарным потому что они намекнули что технологии и будущее любой экономики за технологиями сегодня у кого есть технологии допустим япония да это сам успешные автомобили это слава успешная техника роботы и все остальное если посмотреть на систему гуглательского учета если посмотреть на банковское дело сегодня без интернета банковская система вообще не имеет ничего перспективного и поэтому так же самое в сетевом бизнесе без компьютер без коммуникации без сайта без общения через skype и через вебинары как мы сегодня да это технологии мы обойтись невозможно но если настоящее отрицает прошлое то у этого настоящего не будет будущего вы согласны со мной это моя ценность это моя концепция я на этом твердо стою буквально недавно глина санна биланова на топ 15 это мой самый лучший лидер мэр организации глина весна на билан и владимир викторович они входят в тройку самых успешных лидер в снг и пятерку самых успешных лидеров всего мира компании рифлэйм они изучали некоторые технологии тех достижений которые есть сегодня в орифлэйме через онлайн и я хочу вам сказать одну очень важную вещь очень важную вещь и вы это будет подтверждение того что было разработано секундочку я возьму бутылку воды потому что хочется на высоком тоне проводить мероприятия с мотивацией и очень угадываю сейчас энергии вам чтобы вы подзарядились сейчас гостиница редисон нахожусь в молдове на семинарии проходят два мероприятия сегодня мы с наташей рассказывали проводили мастер-класс с тренингом завтра у нас будет форум и мы там тоже вот и сегодня рассказываю сегодня то что я не рассказывал о молдове я думаю что других городов бывшем молданской может присутствовать на этом бедае и поэтому она сказала одну интересную вещь что она узнала что онлайнщики которые работали чисто через онлайн они столкнулись с тем что организации которые строятся чтобы стать директором нужно иметь кто работает через интернет 3000-5000 человек иногда организация чтобы сделать 7500 баллов организация должна иметь около десяти тысяч регистраций скажите пожалуйста кто готов в таком ритме работать не каждый а если готов то очень быстро устает и потом после достижения определенного уровня уже желание язык на плечо руки опускаются потому что это гидраническая работа и они поняли что очень важный момент это тоже очень правильный шаг который они сделали они начали смотреть как работают оффлайн то есть они начали использовать методы которые были у тех кто занимался классикой это подбор продукции это первая встреча вторая встреча это поздравительные мероприятия это встреча с консультантами это проведение совместного отдыха выездные семинары и так далее я хочу вам сказать что они пришли к тому о чем я говорил еще пять лет назад это MLM 3.0 это концепция которая имеет место и право жить на ближайших сто лет методика которая позволяет в принципе быть неуязвимой потому что она может лавировать между элементами интернета и элементами оффлайн потому что и то и то может будет работать и будущее как Магнон сказал оно не может называться это интернет или это классический бизнес сегодня любой бизнес он соединяет и то и другое только это я структуризировал и объяснил и создал модель которая позволяет прекрасно понимать человек который приходит в ваш бизнес его нужно если он работал допустим там пришел в компании Avon к примеру или Цептер или какой то другой сетевой компании и он работал там с каталогами презентации, домашние кружки и так далее это нельзя перечеркивать потому что он умеет так работать понимаете и и у него есть интерес в этом работать и он чувствует себя как рыба в воде нужно немножко постепенно объяснить ему как это можно использовать и в онлайне потому что здесь в принципе немножко по другому посмотреть я рекомендую разобраться в этой методике потому что она ну как говорила Наталья Клаченко лодка с двумя веслами в сетевом бизнесе можно добиться успеха если ты будешь два весла если у тебя продажи то ты будешь плыть на лодке и одно весло будет делать движение лодки ну на одном месте и лодка будет вращаться если вы будете вращать только правые правые весло тогда у вас будет только чисто рекрутирование будет много людей не будет особых продаж и вы будете тоже топтаться на месте много действий энергии тратится а результат будет стоять на месте и поэтому чтобы добиться результатов сегодня нужно делать два действия одно действие это продажи и второе действие это рекрутирование если посмотреть я говорю сейчас в одной плоскости горизонтальная плоскость есть вертикальная плоскость вертикальная плоскость это вертикаль движение цивилизованный путь это использование элементов которые связаны с оффлайном это личный контакт потому что люди приходят на личность и чтобы личность прочувствовать надо с ней поговорить если будет висеть аватар какая-то фотография она эта фотография не сможет зарекрутировать человека и обучить этого человека строить большую сеть потому что это лидерство и лидерство невозможно передать только дистанционно лидерство передается из уст в уста есть прием главы великих государств они вынуждены для того чтобы обмениваться опытом общаться и так далее даже организация объединенных наций люди не сидят в скайпе не проводят эти встречи есть элемент каких-то частичных переговоров или срочный разговор по телефону да но все равно это будущее без этого будущего просто невозможно да есть диктаторство например что делается это можно записать видео и показать как производится смертная казнь напугать всех то вот страница дистанционно управлять миром страхом авторитарная система а есть система я бы сказал партнерская система когда ты разделяешь человеком радость не только успехом в бизнесе но и радость жизни и вот то что делает компания Reflame на конференциях и так далее можно было взять и каждому из вас выслать деньги подписать каждому из вас вы достигли успеха к примеру вы заработали золотую конференцию или бриллиантовую а вам высылают тысячу или две тысячи долларов говорят вот тебе деньги на отдых сам пойди потрать вот скажите пожалуйста те кто были на конференции вам лучше тысяча долларов пишите в комментариях если вам интересно каким образом вам нужно тысяча долларов и самому где-то с пивом с старанькой провести время или же вы хотели бы провести время в кругу единомышленников со своей командой с коллегами из других структур обменяться опытом повидать мир посмотреть на небоскребы сингапура покупаться на 57 этаже бассейна вот того отеля где компания рефлейм отдыхала или к примеру там в бразилии посмотреть футбольный матч и так далее вот скажите пожалуйста как можно заменить деньги и сидеть у телевизора тем что делает компания рефлейм поэтому здесь самый главный момент это понимать что не гоняйтесь и не соглашайтесь на те обещания которые бывают в интернете и так далее ребята хотите будущего все равно нужно разговаривать кто не разговаривает кто не будет проводить беседы тот не развивается может быть какой-то будет краткосрочный успех какой-то результат какие-то звания какие-то временные и так далее потом все может исчезнуть потому что нету вот этого цемента да кирпичи с кирпичами соединяются за счет каких-то отношений вот это это должно быть всегда это без этого ну никак вы ну поверьте мне это не сработает и я хотел бы рассказать вам концепцию которая в рабочем состоянии как это все работает третье всего в любом случае вы должны знать что надо где-то брать новичок который приходит в бизнес он задает вопрос где мне взять людей правильно ну например он говорит я не хочу приглашать людей которых я знаю я думаю что они мне откажут или они там были в арифлейм и так далее вот смотрите самое главное первое вы должны создать дублицируемый поток людей чтобы люди которые пришли ваш бизнес они могли за собой сразу приглашать других людей и они согласны работать да могут предлагать варианты занимаясь спалом примеру спамировать но я думаю что пока мне это очень опасная штука поверьте это ну если вы начали это лучше это дело закончить потому что это нарушает все законы но если есть какие-то законы писаны они для чего-то прописываются они все-таки в контексте идут с законами вселенной вот они подтверждаются духовными силами поэтому лучше работать правильно и красиво и не вредить и не нарушать нашему рынку рынку компании рефлейм да ни в коем случае не пугать население своими массовыми рассылками без согласия другой стороны да потому что мы должны думать о будущем люди которые не хотят урвать сегодня кусок они любой ценой хотят сделать результат а что в результате да что потом будет как люди будут думать о компании как они будут отзываться об этом и я хотел бы чтобы подход был разумный я надеюсь что я умных и правильных людей ничем не обижу когда я призываю о том чтобы не заниматься спамом и наглыми массовыми рассылками обманным путем завлекать людей обещать что вам ничего делать не надо и завтра вы станете успешными и рассчитывать на то что если вы заспонсировали человека который не делает заказы думать о том что завтра станет директором это неправда людям надо говорить правду и многие компании к примеру как Эмвей за такие дела не только штрафовали да а закрывали возможность строить бизнес к примеру в Китае или в Индии или в Великобритании у Эмвей были проблемы когда в городе за то что человек ничего не будет ну как так это преступление можно сказать криминальное преступление врага компании Reflame обещать людям ничего не продавая ничего не покупая не прикладывать никаких усилий ты завтра станешь директором компании Reflame и выставлять свои чеки я тоже могу показывать чеки и так далее но я это не делаю потому что надо быть корректным тем людям потому что люди хотят увидеть прежде всего тот результат который они получат они получат кто-то они будут работать для себя и на себя это очень важно поэтому политику в интернете важно строить правильно и большинство коллег которые начинали интернет еще 3-5-7 лет назад они меня поддержат я не буду сейчас перечислять фамилии вы прекрасно этих людей знаете в основном это к радостью это мужчины вот которые развивали эти проекты и они со мной согласятся с тем что мы должны делать бизнес красиво потому что это бизнес красоты и наше поведение должно быть красивое да не в этом году сделаешь новое звание ну следующим но зато ты сделаешь его совестью понимаете мне нравится что у эрифэма есть такое понятие дух единства страсть это три единства такое которое в принципе было даже у у славян да когда вот эти похожие элементы да они были помимо духа единства и страсти было еще знаете что очень важное совесть вот очень важно построить бизнес в интернете на совесть потому что горе интернет предпринимателей которые сегодня есть они могут по разному потому что сегодня можно бренд в интернете себе раскрутить буквально за три месяца нечестным способом да можно обвинить хорошего человека который является порядочным и создать создать ему компромат и выдумать разные истории против него за один день нанять специалиста которые это делают и так далее у меня есть такие законы но я не прибегаю к их услугам потому что в принципе я считаю это некорректным и нечестным хотя мог это делать да вот я считаю что мы прежде всего должны заботиться о том какое будущее мы создаем для наших людей для того чтобы у них была возможность рекрутировать и через пять и через десять лет в компании Reflame и я говорю сейчас за качество то есть приглашая конкретно каждого человека в онлайне мы должны как и в оффлайне этому человеку рассказать правильно о этом бизнесе выявить его истинные потребности и желания определить цели и согласовать с ним планы дать ему мини задание прочитать книги не просто сидеть и нажимать на кнопки добавлять друзей а прочитать план успеха к примеру сначала книжку 10 уроков на салфетках книжку путь отражения к согласию чтобы он умел разговаривать с людьми сказать о том что встречи встречи в онлайне тоже нужно проводить что работа в интернете она тоже общение и здесь надо проводить как минимум пять встреч в день это вполне нормально да потому что любой интернет-магазин любой интернет-магазин например в украине есть магазин розетка в россии свой какой-то известный там обязательно есть колл-центр если вы делаете заказ вам перезванивает сотрудник уточняют заказ разговаривает консультирует отвечает на вопросы и может подкорректировать заказ или предложить что-то еще большее это мировой маркетинг и он так будет работать да без без него он никуда не не деться так вот мы с вами сказали о конвейере то что я вам говорил что первое правило которое должно быть человек который приходит в бизнес он понимает что ему нужна команда и он должен думать знать или придумать самому или все-таки получить вашу подсказку где ему брать людей люди берутся там где легче взять как можно больше людей да это сегодня социальные сети это интернет и надо прекрасно понимать и объяснить этому человеку почему люди которые еще не в твоем проекте которые еще не знают о компании почему они должны выбрать тебя и как они должны на тебя прийти это очень важно если у человека есть какие-то поверхностные знания если он знает основу он знает как разговаривать если вы этому обучили если вы рассказали какая должна быть страница да даже если будет одна страница в интернете я работаю с одной страницей у меня больше одной регистрации в день если вы сделаете элементарную хорошую качественную страницу вам не надо делать 50 страниц ну это клонирование я не знаю насколько человек счастлив от того что он будет иметь много регистрации много денег если он клонированный да и так далее у нас был ласковый май который выступал одновременно в разных городах в один и тот же день вот и чем это все закончилось поэтому я хочу вам сказать что научитесь создавать четко одну страницу ну научиться с ней работать правильно и работать с теми людьми общаться с теми людьми которых вы пригласили вам необходимо просто то что вы делали при обычной встрече потому что что происходит сейчас человек работал в классике в офлайне он работал прикладывал усилия проводил встречи там в кафешке и так далее тут появляется интернет и он говорит о том что по новому он не умеет а по старому он не хочет ну нужно что то делать вообще и он получается находится между двумя реальными мирами мир есть онлайн и есть мир офлайн и он зависает между этими пространствами как в матрице застыл и все и замерз что нужно для этого делать для себя понять что возьми с собой то что тебе нравилось делать нравится общаться потому что с темой бизнес люди приходят от того что они любят других людей они хотят другим помочь да хотят и реализоваться самому выйти на следующий очередной личностный рост правильно какие то материальные блага при получении внимание следи в следующем и я хотел это у нас тестирование в редисон проходит внимание секундочку прикольно такие вещи бывают в гостинице вот и уверен что мы должны сегодня понять что поток людей сейчас вы выйдете на улицу например сейчас к примеру в москве уже 9 часов 15 минут по вечеру в Киеве в 8-15 и вы выйдете на улицу и вы поймете что на улице ты вечером не будешь приставать к людям и если большинство людей которые пришли в сетевой бизнес они пришли в бизнес каким образом они пришли в бизнес этот имея еще основную работу и посвящать свой 80 процентов людей которые строят структуры они еще имеют основную работу и как правило они могут этим заниматься после работы а когда человек приходит после работы другие люди тоже после работы устали и не готовы встречаться в обычной жизни и конечно же человек который приходит он приходит отдыхать в интернет он заходит в одноклассники вконтакте и он получает там новости получает играть какие-то игрушки может быть ему нравится он переписывается со своими друзьями и так далее и здесь вы можете встретить тех людей которые вам нужны поэтому поток людей я еще раз говорю вам вы можете находить в интернете вы нашли человек людей в интернете вторая особенность которая очень важная да это второй пункт первый пункт я вам объяснил это поиск людей где их брать и брать их там где они есть второе это этих людей обучить обучить элементарным шагам обучить этого человека тому они начинают говорить слушай спонсируй 100 человек в месяц и так далее создай 50 сайтов и все остальное ну сами это не делайте расскажите ему то что вы делаете сами знаете как если тебе волнас помог расскажи как он тебе помог но если ты будешь рассказать что как волнас помог тому кого ты не знаешь то это будет ну не передаваться эмоция и вы берете и создаете обучение которое у вас есть либо вам помогает спонсор в большинстве случаев поможет спонсор чтобы он выстроил систему обучения для прихода сначала должно быть обучение ознакомительное чтобы люди понимали какой бизнес они приходят да это возможности компании и возможности вашей команды что вы делаете для того чтобы человек заработал в вашей команде он пришел зарегистрировался принял решение он пришел через социальные сети или через ваш сайт или по списку знакомых но вы его обучили первым правилом что надо делать в этом бизнесе первое обучение которое надо надо дать им инструменты какие у вас есть инструменты инструменты могут быть у кого то уже есть супер рекрутинговый сайт у кого то есть сайт в виде блога который информирует о мероприятиях есть сайты обучающие если таким образом вы работаете вы должны ознакомить человека как работать с этими инструментами потому что без инструментов сегодня очень сложно ну то же самое можно ли тайгу без инструментов пилить чтобы были дрова но если у вас будет лобзик один то вам даже не хватит этого лобзика чтобы хотя бы одну сосну спилить но если у вас будет бензопила понимаете да а если у вас будет такая машина которая будет стричь просто как траву стричь сосны тогда у вас будет и дрова и дома и деньги и все остальное поэтому вам нужно задуматься какие инструменты вы можете использовать я вам рекомендую прежде всего монстрам кто у вас есть и спросить какие инструменты у тебя есть для работы вы должны узнать инструменты которые есть у компании Reflame для того чтобы работать в этом бизнесе инструменты это является каталог инструменты это вебинары от компании Reflame инструментами является еще сайт потому что сайт и дает вам реферальную ссылку например многие задают задают вопрос а как мне рекрутировать людей на полуавтомате хотя бы да очень просто вы узнаете у своего спонсора или у своего астма какая у вас реферальная ссылка и вы можете эту реферальную ссылку поставить в статусе вашей социальной сети и люди которые будут видеть вашу страницу интересной они захотят узнать больше об этом бизнесе они могут зайти на реферальную ссылку и уже под вашим дистрибьюторским номером зарегистрироваться но большинство это не знает а почему не знают потому что они или они плохо думают о компании Reflame ну это так редко бывает ну они не верят что компания такая продвинутая они думают такая реферальная ссылка тут надо все вручную делать и все остальное второй момент это люди ну есть невежественные да они не хотят узнавать свежую информацию а если уже узнали они не хотят ее применять это невежество да и третий способ это люди которые им настолько все надоело делать по старинке что они не особо знают что новые методы дадут им ну серьезное счастье да и хороший доход вот поэтому надо понимать что привлекая людей вы прежде всего должны их обеспечить обучением обучением познакомить с обучением компании и всех высшестоящих спонсоров которые у вас есть да и третий способ тоже очень важный и это то что часто отсутствовало в MLM 1.0 и в MLM 2.0 то есть отсутствовало в чистом оффлайне и отсутствовало в чистом онлайне это система поддержки сопровождения плотного и мотивации потому что большинство людей могут быть у меня были такие люди которые могли спонсировать так они не хотели допустим обзванивать людей не хотели заниматься людьми они просто брали и так вот приводили регистрировали и все и это все заканчивалось ребята поверьте что люди как быстро сбежали скучку так они быстро разбежались поймите что люди должны приходить не только ради того что вам обещает супер карьеру да помимо супер карьеры им надо отношения им надо забота им надо внимание им надо теплота им надо человечность им надо чтобы они могли рассказать о своих каких-то задачах проблемах и так далее и поэтому вы должны понимать что дефицит общения с каждым годом становится все больше и больше посмотрите как часто близкие встречаются как родственники часто встречаются друг с другом расстояние как будто кажется еще больше между между людьми и раньше помните писали открытки с новым годом с 8 марта я помню восьмидесятые годы девяностые годы мы делали там мы рассылали 50 100 открыток просто вообще как бы держали связь на празднике абсолютно со всеми родственниками а сейчас помните когда вы последний раз звонили там двоюродной сестре примеру там или там дяги или крестным и так далее это все реже и реже а людям это хочется им хочется общаться им нравится общаться и слава богу что есть сетевой маркетинг которые которые работают и в оффлайне и в онлайне да как-то сдруживает и компенсирует дефицит вот млм 3.0 он он всегда будет продвигаться вперед и даже если будут придумываться там 4 млм млм 5 млм 6 ну это просто будет уже ну как подразделение млм 3.0 потому что мы двигаемся в направлении 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 мы в ресторане и мы можем разговаривать с другом и быстренько ответить на смс или ответить в контакте но оно уже настолько все соединилось правильно вот и я немножко расскажу вам о том потому что многие кто сегодня присутствует на мероприятии они пришли наверняка вы и ваши люди пришли уже может быть больше полгода год назад кто-то 3 года кто-то 10 лет в компании Reflame и уже за плечами есть какой-то обленный опыт уже наверное научились предложить людей правильно есть такое уже научились проводить какие-то обучения да есть обучение и задаете вопрос почему-то нету новых званий в команде у ваших людей нету этого роста и так далее вот на этом мы сейчас остановимся более подробно потому что элемент плотного сопровождения заботы о команде это то что будет являться будущим и решающим и люди которые ну почему есть новые компании компании которые не растут и в принципе вот эти новые компании они между собой похожи я хочу сказать что у них нету вот той особенности которая есть у нас потому что мы пришли сюда на определенные ценности правильно нас это все объединяет и идет это от основателя Роберта Йонаса Афьокников и вот их не человечность да даже в трудные минуты когда нам тяжело мы все равно остаемся с компанией и потом подтверждаем своим присутствием что мы сделали правильный выбор потому что трудности проходят компания с каждым годом мудреет становится еще мощнее интереснее привлекательней и основатели все сделали так чтобы эта компания постепенно но год за годом делала вас сильнее закаляла вас и выводила вас на новый этап развития и особенностью этой компании есть шанс всегда исправить ситуацию и сделать себя лучше вот это сопровождение которое вы оказываете для своих людей оно оно бесценно оно в принципе ну за деньги его не купишь вы можете нанять нянь для своих дистрибьюторов вы можете пригласить тренеров для для своей команды но вы должны помнить что люди пришли на вас и они хотят видеть как вы развиваетесь как вы за собой ведете да потому что если нету Александра Македонского то ни одна армия не пойдет за другим вожаком если нету Спартака ни одна армия не пойдет за другим вожаком понимаете вот так же самое и здесь вы пришли в этот бизнес и люди будут расти только тогда когда вы растете вот это очень важный момент и когда вы согласны чтобы ваши люди росли есть причин несколько почему люди не растут во-первых кто-то хочет быть сам главный и никто не желает чтобы кто-то развивался ну таких очень мало но в Арифлэме я тоже встречал таких людей когда люди препятствовали росту своих консультантов чтобы эти консультанты открывали или из ПО или делали новые звания да такое встречается сейчас вы будете шагированы такое тоже есть и это эгоизм который с одной стороны мотивирует человека добиться результата с другой стороны вы должны достичь какого-то потолка и не подняться дальше но в сопровождении есть момент что вы должны работать по определенным созданным шаблонам потому что сопровождение нужно уметь передавать есть знаете самое лучшее что может быть это преемственность то есть преемственность это менеджер делает то что делает директор а ключевой партнер делает то что делает менеджер и отходить от правил а сильно нельзя почему ну потому что если вы будете больше чем на 50 процентов менять систему она она развалится потому что она не будет проверена временем она может быть не применима на практике она может быть неизмерима в расстояниях временных и так далее и вы должны четко понимать что плотном сопровождении вы должны узнать как работает ваш спонсор если ваш спонсор создал организацию он создал создал ее благодаря какой-то системе вы должны разобраться в этой системе есть люди которые могут объяснить эту систему кто-то не может если он не может вы можете со стороны посмотреть как работает этот спонсор потому что он работал по отношению к вам сколько встреч он провел к примеру сколько он времени посвятил как он работал с вашими людьми кто-то сейчас скажет что я сам все делал я сам все строил и так далее хорошо если ты создал организацию вот ты сам все делал без своего спонсора у тебя тогда была какая-то система да и тогда можешь ли ты эту систему озвучить или описать каким-то трудом да допустим все ученые могут объяснить какое-то изобретение определенным описанием вот вам такое домашнее задание опишите систему как вы работаете конкретно как какие действия вы делаете которые можно повторять вашим людям могут ли они повторить ваши действия то есть если вы спонсируете на автомате к примеру две тысячи человек в месяц могут ли сделать это ваши люди не гипотетически а реально понимаете то можно сказать каждый человек может спонсировать две тысячи человек в месяц мы говорим о реальности возьмите любого студента или пенсионера может ли он это сделать или нет то есть вы должны обучать людей тому что может сделать обычный человек понимаете и моя методика по которой я работаю в млм 3.0 это элементарно взять одну страницу которая у вас есть в интернете не важно нравится вам там фейсбук работайте там где вам нравится берете социальную страницу делайте нормальную качественную фотографию наполняете свою страницу сообщениями не о политике а то бывают такие бои политические там дебаты и все остальное не надо касаться национальных каких-то интересов вот те поступили правильно те неправильно и так далее не надо касаться культуры или религии можно говорить о энергии вселенной можете какие-то полезные труды которые будут быть полезными для большего количества людей но если у вас какое-то узкое направление то не раздражайте те кто не согласен с вашей точкой зрения потому что для этого существуют какие-то закрытые чаты закрытые организации где если вы там масон то вас никто не поймет если вы начнете там что-то продвигать свою идею и так далее ну к примеру я специально взял такое общество которое не распространенное среди нашего угрожения и на тему секса то есть если человек постоянно пошли на свои страницы это будет отталкивать ну может быть вы какой-то один пол заинтересуете а другой пол будет против и уже начнется конфликт а в семье если есть два пола в семье то наверняка уже уже вся семья будет настроена против потому что на этой почве могут быть какие-то конфликты и поэтому вы должны задумываться о том чтобы ваша информация она должна быть очень полезная я выработал концепцию которая позволяет вашей странице быть популярной чтобы вы были популярными вам нужно понимать это утром утром какие публикации рекомендуется публикации которые связаны с тем чтобы вы поднимали интерес и желание и настроение к настроению человека позитивному настроению человека вы можете писать что сегодня день там спорта я сегодня там уже с утра уже пробежал 5-10 километров или же вы там поздравили утром уже с 8 утра особой фотографии с цветами с 8 марта или ну или чашку чашка кофе красивая такая фотография призывающая за чашка кофе спланировать свой день какой-то позитив да который принесет полезность не только настроение но может еще подтолкнуть человека каким-то определенным правильным действием которые помогут ему этот день провести достойно да днем вы можете публиковать посты которые связаны с информацией связанным со здоровьем да с семьей это все что угодно может быть какие-то может быть советы как вы проводите вместе время в семье или это может быть связано с тем что что вода приносит пользу но публикуйте информацию не чужую копировать да где-то в интернете а напишите своими словами как вы можете вы какую-то общую информацию научные труды Гарварда можете описать простыми десятью пунктами которые помогут человеку не пересчитывать кучу статей а буквально вот в сжатой информации получить тот концентрат который нужен да и какую-то красивую фотографию желательно свою вот и вечером вы уже можете просто отправить информацию о вашем предложении о бизнесе вы должны описать на основании потребности то есть можно сказать что сегодня многие ищут работу в интернет и мало кто сталкивается с проектом который дает хороший результат вот я в свою очередь разобрался во всем этом в интернете которая связана с официальной компанией продукты здоровья и красоты и несмотря на то что окружающий мир меня сразу не понимал я уже получил определенные результаты у меня уже там 8 было там 150 баллов бонусов и 8 регистрации в течение в течение там короткого периода времени вот вы должны сделать такой призыв привлекать людей понятно да вот и тогда через полгода через год ваша страница она будет мега популярной люди будут сами вас искать они будут сами добавляться к вам они будут вас проспрашивать они будут к вам регистрироваться и не нужно выдумывать какие-то особые формулировки не нужно покупать дорогостоящие ленинг пейджи и так далее людей тоже это пугает я думаю что здесь очень важно разобраться и обратиться к вышестоящим спонсорам по вертикали кто как работает понимаете это принципиально важный вопрос еще такая подсказка очень классная подсказка я скажу по секрету такая никому особо не говорите кроме тех людей которых вы любите хотите им помочь очень хорошая подсказка очень многое обучение которое продается за большие деньги буквально через два месяца становится общим бесплатным достоянием в ютубе есть правило инфобизнесменов отдавать полезную рекламу если они хотят быть популярными они через некоторое время бесплатно выкладывают свои знания для общего доступа и поэтому я хочу вас обрадовать вам не нужно тратить сумасшедшие большие деньги для того чтобы научиться работать в интернет вам необходимо иметь характер потому что благодаря вашему стержню вы заставите себя изучить что такое блок что такое сайт что такое социальная сеть вы научитесь работать пользоваться инструментами благодаря вашему характеру да если оно дано то оно дано понимаете вот и во вторых это очень важный момент воспользоваться тем временем которое сейчас есть потому что сегодня больше никогда не повторится вот сегодняшняя встреча которая проводится она только сейчас она только сегодня и вы должны это ценить и понимать и я хотел бы попросить вас чтобы вы вы прочувствовали себя в интернете и понимали что вам необходимо развивать в себе деловые личностные качества что умение пользоваться компьютером это не самое сложное но и самое главное не самое последнее правило которое необходимо делать в этом бизнесе продолжайте дальше посещать тренинги психологов продолжайте дальше общаться со своими спонсорами продолжайте дальше развивать людей которые работают и в онлайн и в оффлайн поддерживайте своих людей если они стараются если они что-то делают если они ищут если они трудятся если они проявляют активность я хотел сказать что вы сегодня на грани какого-то нового толчка в вашей карьере перед вами скоро откроются новые возможности потому что компания не стоит на месте она придумывает новые инструменты в следующем году будут новые продукты скажу по секрету может быть через год через два у нас будет продукт секретный продукт под названием wellness мама не надо сейчас спешить заводить в компанию рефлэм когда wellness мама появится нам Севрук Алексей сказал и так далее это пусть останется между нами это бонус это бонус для тех людей которые пришел на мое выступление на мою тему вот и я хотел бы сказать вам с наступающими праздниками которые будут с Днем Святого Николая с Рождеством если вы католики будете праздновать в декабре всех православных всех мусульман всех 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 людей нашей вселенной поздравляю с тем что будет скоро Новый Год китайцев 3 февраля будет тоже свой Новый Год весной будет Новый Год у мусульман все все впереди самое интересное все будет впереди поэтому предвкушайте смотрите смотрите на других спикеров учитесь у них получаете ценнейшую информацию учитесь тех кто сфокусирован только в интернете учитесь тех кто сфокусирован только в оффлайне и помните про то что я вам сказал да? главный секрет лучше от науки и лучше от природы воспользуйтесь этим всем всем вместе соедините воедино и двигайтесь вперед достигайте успеха и будьте счастливы мира благополучия любви и здоровья вам вашим детям и всей вашей команде счастливо пока благодарность господину Ивасечко за то что он пригласил меня выступить сегодня 27 ноября в этой чудесной теплой аудитории несмотря на то что вчера в Молдове выпал сильнейший снег был гололед и я вижу что и в России много снега уже да? а мы сегодня уютно сидим и беседуем на такие теплые темы как любовь семья бизнес карьера и возможности спасибо тебе огромное спасибо Алексею давайте чат буквально взорвался большим количеством благодарность Алексей большое спасибо за энергию за мотивацию за поддержку за вдохновение которое получили участники и спасибо тебе за то что ты постоянно участвуешь и поддерживаешь проект онлайн форум секреты успеха лидеров Reflame и щедро делишься своими наработками секретами фишками огромная тебе благодарность от меня спасибо Александр спасибо большое да спасибо и мы на этом отключаемся отключаемся и теперь